Нередко я обращался к своим подписчикам с просьбой помочь разобраться в той или иной ситуации. Сегодня я нашел новость о Виталии Кличко, о мэре Киева. Я думаю, что он не последний раз является мэром Киева. Благодарные киевляне выберут его еще раз. Потому что качество мозгов, скажем так, киевлян, ну да не будем о грустном. В общем, Виталий Кличко презентовал открытие четырех детских садов в следующем году. Виталий Кличко анонсировал открытие четырех новых детских садов в следующем году. Чуть позже мы разберем прямую речь Виталия Кличко. Прямая речь Виталия Кличко, о, вы же знаете, это всегда интересно. Но для начала давайте разберемся, как раньше, когда Киевом управлялись всякие негодяи, подлецы, воры до революции, до революционной всякой отребьи. Открывались детские садики по четыре штуки в год и устраивался ли из этого пиар до неба. В 12-й год в Киеве будет решена проблема обязательного дошкольного образования. В 11-м году построено и реконструировано 18 детских садов. В 13-й год 24 детских сада реконструируют и восстановят в Киеве в 14-м году. Киев лидирует по темпам строительства новых школ и детских садов в 13-й год. Маленькая поправочка. Киев лидировал до революции. Спасибо вам, революционеры, за то, что вы сделали свою революцию. Ну а теперь давайте перейдем к прямой речи. Виталия Кличко, вот он идет, куча журналистов, понятно, пригласили, но они же не случайно там оказались, их туда пригласили. Открывается детский садик. Ну он еще не открывается, там только фундамент на самом деле. Виталий, понятно, должен был это спросить при журналистах. Время сдачи 1 сентября, да, хорошо. Ну а теперь переходим к занимательной арифметике. Вот здесь вот я и прошу помочь мне подписчиков разобраться в том, что говорит Виталий. Мы практически беспрецедентные случаи в два раза увеличили в этом году инвестиции на образование. И в этом году составляет, бюджет образования составлял более полумиллиарда гривен. В следующем году точно так же обещаем не сдавать темпов. Беспрецедентные расходы на образование более полумиллиарда гривен. То есть больше чем 500 миллионов. Неплохо, правда? А может быть врет Виталий? И Виталий не солгал. Вот бюджет Киева 2015. На что будут тратиться деньги? Даже табличка есть красивая. Образование. Вот, 677 миллионов было в прошлом году. Добавлено 111 миллионов. Почти 800 миллионов. 800 миллионов на образование в Киеве. Неплохо. Ну и начинаем интересоваться, какие же расходы в бюджете Киева на образование были раньше. При негодяях, подлецах, ворах и всяких ничтожествах. А теперь открываем бюджет столицы на 12-й год. Образование, расходы увеличены на 30%. До 4 миллиардов 528 миллионов. 13-й год. Инфографика. Образование. 4 миллиарда 600 миллионов. Самыми крупными статьями расходов образование является. 4 миллиарда 787 миллионов. Вы поняли? Я не понял. И возможно по скудоумию своему. И вы мне объясните, почему в этом году Виталий говорит, что это беспрецедентно. И расходы составляют более полумиллиарда гривен. Когда раньше выделялось по 4,5 миллиарда гривен. И тут еще один нюанс. Небольшой, но как бы надо его упомянуть. Те расходы, что сегодня, их надо делить на 3. На 3 их надо делить. Потому что с долларом и с гривной непоняточка вышла. И это еще не конец занимательной арифметики. Также помогите мне разобраться. Пожалуйста. Ну может быть я не понимаю. Что говорит Виталий. На план следующего года запланировано 4 открытия 4 детских садиков на 650 детей. 4 детских садика на 650 детей. Это там чуть больше, чем по 150 детишек на детский садик. Наверное это нормально и правильно. 150 детей на детский садик. 4 детских садика 650 детей. Окей. Слушаем дальше. На начало года 14 тысяч детей стояло на очереди в детские садики. Запомнили цифру. Ну она простая. 14 тысяч детей на начало года. Мы частично данную проблему решили. Открыли в этом году 2 новых детских садика. Сделали дополнительные группы для детей. Уменьшили количество очереди на 2000. Я не буду вот здесь вот сравнивать с тем, что открывали раньше. По 18 детских садов в год. Но послушаем, что говорит Виталий. 2 детских садика убрали 2000 человек из очереди. Каким образом? Если 4 детских садика на 650 детишек. Возможно, по логике Виталия, он же тоже мыслит. Он мыслящий человек. Я уверен, что он умеет думать. Если 4 детских садика это 650, но 2 это 2000. А 1 детский садик это 4000. Чем меньше, тем больше. Возможно, это теорема абсурда Кличко. Возможно, что эту теорему в будущем будут изучать в ведущих вузах всего мира. И Украину прославят Кличко еще раз. Не только как боксер, но и как создатель теоремы. Сегодня очередь составляет только лишь 12 тысяч. Еще раз подчеркну. Возможно, это я чего-то не понял. И я не вполне разобрался с этими цифрами. Но странные какие-то цифры, как по мне. В любом случае, еще раз. Большое, огромное спасибо вам, революционеры. За то, что совершили эту революцию. И за то, что Киев теперь другой. Другой. КОНЕЦ